всем привет наша следующая цель это написать скрипт который будет создавать тестовую базу create db уже есть для него файл он должен во первых убивать существующую базу во вторых делать трех юзеров сохранять их ну наконец когда они будут готовы то закрывать соединение такой скрипт обычно используется для тестов и так приступим к сожалению в мангузе нет команды для того чтобы убить базу данных однако я могу получить объект база данных который сгенерирован mongodb-native-driver который использует мангуз внутри делается так db равно mongoose connection db теперь я уже работаю на уровне mongodb-native-driver и у объекта db есть метод drop database который принимает callback и дальше если будет ошибка то я сделаю вот так вот а иначе выведу ok ну чтож запускаем я запускаю но почему-то ничего не выводится не окей не ошибки в чем же дело первая идея которая может прийти в голову это то что функция почему-то ждет например пока база освободится то есть кто-то подключен к базе поэтому она не может ее убить и вот ждет ждет пока он отключится но в данном случае я уверяю это не так если еще какие-то идеи почему функция зависла подсказка была в прошлом выпуске мангуз буферизует запросы которые идут к базе то есть мы вызываем mongoose.connect да вот но мы не ждем пока мангуз присоединится мы сразу что то делаем при этом если мы работаем на уровне мангуза то наши запросы все-таки попадут в базу когда будет соединение установлено а здесь мы получили объект db и работаем уже на уровне mongodb-native-driver при этом мангуз вообще ни при чем он ничего не буферизует соответственно получается так что эта команда отправляется пока соединение еще нет и уходит в никуда давайте проверим консоль лог мангуз connection как определить подключены мы или нет для этого специальный объект ready state ну-ка и здесь у объекта connection ищем ready state вот она вот двойка означает connecting и вот таким образом кстати можно получить информацию о том какое сейчас состояние события соединились отсоединились в описании класса connection можно найти всевозможные события из них нам нужно событие open оно срабатывает когда установлено соединение и выполнены все вот эти вот колбеки специальный он open для всех моделей иначе говоря если не вдаваться в детали то это такое событие когда мы присоединились и можем полностью использовать все модели которые у нас есть в данном случае юзер как вы думаете возможно ли такое что на этой строчке вот здесь вот ради стоит будет подсоединен ответ конечно же нет невозможно потому что мы подключили мангуз подключили юзер все это синхронной операции javascript а любые подключения сетевые выполняются на событий нам цикле то есть когда текущий javascript выполнятся полностью только тогда мангуз получит возможность подключиться что-то сделать то есть здесь мы уверены что подключения нет поэтому сделаем так мангуз connection он open и дальше функцию которая будет работать с базой вот так вот и все вот это сделаем вот ну-ка запускаем все сработало но скрип пока еще не завершился потому что соединение держится давайте сделаем так мангуз дисконнект ну вот хоть что-то у нас теперь работает нормально дальше давайте будем создавать юзеров их будет всего три вот такие юзеры и теперь нам нужно сохранить их в базе данных самый простой вызов типа вася точка сейф нам здесь не поможет то есть если мы каждого юзера вот так вот сохраним то совершенно непонятно когда это все закончится нет никаких холлбеков которые позволяют нам судить о том была ошибка или не было то есть такой простой код нам конечно здесь не подойдет нам понадобится какая-то конструкция из коллбеков которая обеспечит что по окончании этих сейвов выполнение продолжится то есть здесь это будет дисконнект а так конечно можно сделать что-то еще для того чтобы реализовать можно конечно обычный javascript использовать а можно применить специальную библиотеку которая называется async нужно будет поставить следующий модуль npm install async вообще говоря и достаточно много библиотек которые позволяют удобно выполнять цепочка асинхронных вызовов например есть специальный механизм промисов в частности хорошим модуль q есть такая вещь как fibers но об этом мы сейчас говорить не будем мы воспользуемся библиотекой async хотя бы потому что она очень близка к синтаке с устроенных модулей node.js эта библиотека работает с функциями и коллбеками при этом она предоставляет необходимые методы для того чтобы делать асинхронные всякие последовательности вызовов серийные параллельные работает с массивами в нашем случае для сохранения пользователей нам лучше всего подойдет метод async параллель сейчас я вам рекомендовал поставить скринкас на паузу и почитать документацию к этому методу самостоятельно понять этот пример а потом продолжим посмотрим как это будет выглядеть в нашей конкретной задаче и так продолжаем нам нужно создать и параллельно сохранить юзеров а потом продолжить поток выполнения то есть в данном случае закрыть соединение ни в коем случае не закрыть раньше чем все юзеры сохранятся конечно же для этого async.parallel у нас есть три функции задачи 1 функция которая коллбек принимает 2 и 3 когда все функции задачи завершаться то вот эта функция получит их результаты сделает консоль логах и закроет соединение каждая задача выполняться они будут параллельно это конкретный юзер сейчас я распределю каждого юзера по его функции итак запускаю что тут произошло async запустила сначала эту функцию потом эту потом вот эту эти функции инициировали выполнение запроса к базе данных и база данных параллельно выполняет все вот эти вот запросы сейф соответственно каждый раз когда база данных заканчивает выполнение инициируется выполнение коллбека если тут нет ошибки ошибки здесь нет то результат запоминается и мотив результатов который здесь появился это резалтс который мы идите получили ошибка null резалтс вот обращу ваше внимание на такой небольшой но тонкий важный момент вот здесь для функции сейф я могу передать коллбека мне свою вот эту анонимную функцию а прям вот так сделать при этом async запомнит результат вот этого метода сейф и передаст его сюда это вполне нормальная практика но почему я в данном случае передал не сразу асинковский коллбек а вот такую обертку сделал это легко будет видно если запустить вот смотрите тут у меня первое это коллбек а дальше обертка соответственно первый результат вот такой вот что от первой функции пришло в резалтс а от второй вот такой почему такая разница смотрите тут вот массив появился а тут только юзер да просто потому что функция сэйф она же получает что в коллбеке она получает эрор она получает юзера и она получает эффект сколько документов было изменено если бы функция сэйф в коллбеке два аргумента вызывала то все было бы хорошо но так как коллбек вызывает и с тремя аргументами то получается что в резалтс идут эти аргументы вместе в виде массива вот они а если не хочу врезалтс эти оба мне вообще нужен только вася этот вася у меня и так есть для того чтобы в резалтс шел только один юзер они вот эти вот оба результата я как раз и передаю свою обертку который вызывает коллбек так как надо окей оно работает теперь взглянем на этот код более внимательно можно ли его считать хорошим конечно же нет этот код нельзя считать хорошим поскольку это одна такая простыня который кучу всего делает а если хочу сделать что-то еще мне что нужно будет вот сюда дописывать то есть вместо закрытия соединения я хочу еще что-то вставить еще что-то по-нормальному мне бы нужно разбить этот код большой на понятные функции каждый из которых что-то делает то есть сделать функция open которая собственно открывает соединение сделать функцию drop database которая будет убивать базу данных сделать функцию какую дальше create users и сделать функцию close которая будет закрывать соединение то есть у меня должны быть четыре нормальных асинхронных функции они должны быть короткие удобны в использовании чтобы я если захотел мог в любой момент добавить какие-то свои функции свои действия и вообще расширить этот скрипт как известно асинхронные функции в node.js стандартно используют коллбеки первая функция open как ее написать она должна принимать какие-то параметры и последний должен быть коллбек по соглашению node.js и соглашение асинк тоже ему следует в данном случае параметры подключения к базе данных от нас не требуется поскольку у нас и так подключен мангус и параметры эти в нем есть так что вся работа функции open это просто подождать пока мангус скажет что соединение готова к использованию дальше drop database опять же эта функция у нас ничего не получает поскольку database у нас уже есть если мы выполняем drop database после open то мы точно знаем что база у нас тут соответственно и получаем и выполняем вот эту операцию callback дальше create users если функции create users выполняется после drop database тогда у нас собственно все готово база чисто и мы можем запускать асинк параллель который уже создан сюда его перемещаю и когда этот асинк параллель закончится то он теперь вызовет не закрытие соединения а он передаст управление дальше то есть вызовет callback который нужно предусмотреть у этой функции главное это не запутаться в коллбеках внутренние коллбеки у каждой функции свои а в асинк параллель находится как раз внешний коллбек который в create users ну и последняя функция это mongoose disconnect вот четыре функции теперь для того чтобы запустить их одну за другой воспользуемся другим методом асинк gs который называется series series получает массив функций open drop database create users и close вызывает их одну за другой то есть запускает первую функцию ждет пока вызовет коллбек потом запускает вторую и так далее затем когда они закончатся если где-то коллбек был вызван с ошибкой то управление тут же попадает сюда а если все было хорошо тогда эта функция вызывается с первым аргументом null и второй аргумент будут результаты то есть все что вернули эти функции ну что ж давайте посмотрим что у нас получилось ту-дууу итак series получила первый аргумент null то есть ошибок нет а второй аргумент это все что вернули эти функции Первая ничего не вернула, вторая вернула true, третья вернула юзеров. Вообще, как правило, когда мы используем Series, то на самом деле результаты нам редко нужны. То есть если говорить о реальной жизни, то обычно Series это просто используется для того, чтобы последовательно выполнить функции, а результаты уж бог с ними. Просто средство более красиво писать, последовательный асинхронный код. Чтобы сделать наш код еще короче и проще, воспользуемся методом async.each. Этот метод существует для асинхронной и параллельной работы с массивами. Он принимает три аргумента. Первое это массив. Второй аргумент это наша функция, которая должна обрабатывать элементы массива. Для того, чтобы написать еще более изящно и коротко, объединим всех юзеров в один массив. И для работы с этим массивом используем функцию async.each. Эта функция предназначена для параллельной и асинхронной работы с массивом. Она принимает три аргумента. Первое это массив, который надо обработать. Второе это функция, которую нужно применить к каждому элементу массива. Эта функция имеет вот такую вот нотацию. То есть она принимает своим первым аргументом очередной элемент. А вторым коллбек, который должна вызвать, когда завершит обработку элемента массива. Когда все такие итераторы закончат работу, то есть вызовут свои коллбеки, то управление будет передано дальше вот сюда. Посмотрим тут вот примерчик, есть небольшой очень. Для каждого элемента из массива openFiles вызывается функция saveFile. Она вызывается вот так вот. SaveFile. Тут будет какой-то элемент. И тут коллбек. Она должна что-то сделать. И потом вызвать коллбек. Либо ошибка. Либо null. Итч игнорирует все прочие аргументы. То есть null, если мы что-то тут передадим, то это уже никого не интересует. Итч важно только одно. Был ли итератор завершен без ошибок или с ошибками? Затем, если была ошибка, то управление переходит тут же сюда. Если же ошибки не было, то в конце переходит сюда. И это, соответственно, будет null. В нашем случае это как раз очень хорошо ложится на код. Мы создаем массив из данных юзеров. Потом для каждого элемента массива вызываем функцию, которая создает соответствующего юзера и сохраняет. По окончанию сохранения будет вызван коллбек. Либо будет вызван коллбек с ошибкой. В этом случае управление сразу передастся сюда. То есть вот этот вот коллбек внешне получит результат. Либо, если сохранение было успешным, то есть тут null, а тут будут какие-то аргументы, как мы помним, сейв возвращает юзер и affected. Но Итч эти аргументы отбросят. Они никуда не попадут. Единственное, что если здесь null, то все хорошо. Итч продолжает ждать других коллбеков, когда все коллбеки завершатся, не раньше. Опять же управление пойдет сюда. И создание юзеров успешно завершится. А сейчас мы на минуточку вернемся обратно к мангузу и рассмотрим важную тонкость происходящего, которая в этом коде, увы, никак не отражена. Дело в модели юзер. Если в нее посмотреть внимательно, то можно увидеть, что в ней есть условие уникальности unique. Это условие требует обязательного создания индекса со стороны mongodb. Вообще, мангуз позволяет в описании схемы указывать важные параметры коллекции, в том числе и индексы. Когда мангуз эти индексы создаст? Он сделает это сам, автоматически, при объявлении вот, mongoose model. Как это увидеть? Да очень просто. mongoose set debug true. Если сейчас это запущу, то вот. Все, что делает мангуз, я могу прекрасно видеть. Это бывает очень удобно. Кстати, обратите внимание на команду ensureIndex. Это стандартная команда mongodb, которая инициирует создание индекса по полю юзернейм и делает это на это в бэкграунде. То есть, это создание индекса никак не мешает операциям. Когда создание будет закончено, то индекс автоматически будет использоваться. Но в нашем случае проблема как раз в том, что после подключения мангуза и подключения модели, то есть после выполнения вот этой команды, делается drop database. Drop database мы здесь никак не видим, поскольку использован нативный драйвер. Соответственно, выходит, что все дополнительные опции, которые мангуз установил для коллекции, включая вот эти индексы, будут уничтожены вместе с базой. Почему оно вообще работает? Да просто потому, что в дальнейшем при вставке юзеров будет автоматически создана новая коллекция. И в этой коллекции уже индексов не будет, это можно легко увидеть. Давайте сейчас посмотрим. Mongo Chat. Есть у нас сейчас коллекция db users find. Нужно посмотреть, какие у нее индексы. Это можно отлично сделать из консоли. Давайте вообще посмотрим, какие команды есть db users help. Тут будут всевозможные методы у коллекции, которые можно использовать. Их очень много. Find, save, storage, size. Можно посмотреть, сколько занимает. Нам нужен метод вот этот. GetIndexes. Вот. Теперь мы точно видим, что про индексы здесь ничего нет. Что делать? Для того, чтобы все индексы создавались уже на новой базе, необходимо подключать модели после того, как текущая база будет уничтожена. То есть взять вот этот вот require и перенести его куда? Ну, например, сюда. При этом обратите внимание на такую забавную тонкость. Вот этот вот user может понадобиться где-то в других местах. Но вообще говоря, мы не обязаны его сохранить переменную. То есть мы можем делать просто вот так. Require models user. А здесь... Mongoose models user. То есть все модели, которые мы подключаем, становятся нам доступны вот так. В принципе, мы можем сделать отдельную функцию, в которой все пререкварить, и потом обращаться к коллекциям вот так. Давайте проверим. Запускаю. Ну, здесь я убрал дебаг, но все равно нам важна консоль. db users.catindexes. Вот. Вот теперь видно. Ага. Индекс. Поключу юзернейм. Уникальный. И так далее. Теперь все хорошо. Итак. У нас получился скрипт для создания базы данных, который написан достаточно понятно, который очень легко расширять и добавлять к нему новую функциональность. Также мы познакомились с библиотекой Async. В дальнейшем мы продолжим ее использовать. Нужен некоторый опыт, чтобы привыкнуть к этим коллбекам, когда коллбек на коллбеке сидит, коллбеком погоняет. Но в целом, когда к этому привык, то все достаточно понятно. И код становится действительно удобным в поддержке.